Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы наблюдаем на экране нашего монитора самочку рода трихограмма. Это трихограмма иванесенс, трихограмма, которая часто разводится в биолаборатории, которая часто путается вместе с видом трихограмма пинтой. Это самочка, которая даст новое поколение, которая будет откладывать яйца в яйца чешуи крылых, если бы она была выпущена в поле. Данный экземпляр у нас в лаборатории находится, а это уже самец. Самец другой, у самца более длинные полоски на усиках. Снова самец. Вот самочка подошла. Виды рода трихограмма разводятся в биолаборатории для того, чтобы выпускать на поля против различных видов чешуи крылых. И вот пробы с разными экземплярами с самцами и самочками сейчас у нас путешествуют на экране, потому что они только что начали вылупляться, выводиться из яиц ситотроги лабораторного хозяина. Вот сейчас они расправляют свои крылышки. Вот этот экземпляр самочек. Сзади еще как пузырьки не расправились крылья. Самка должна расправить крылья с тем, чтобы иметь возможность не только бегать, но и активно прыгать, а также перелетать. В результате свободного полета, а также полета с потоками воздуха. Потому что мелкое насекомое, которое размером всего лишь полумиллиметра, ему помогает в передвижении, конечно, и воздух. Некоторые экземпляры здесь. Еще не расправили крылышки. Вот опять экземпляр со скомканными крыльями. Иногда в лабораторной культуре попадаются экземпляры с очень укороченными крыльями, что свидетельствует о перезаражении, а избыточном количестве предоставлены трихограммы на яйца хозяина ситотроги. В результате происходит перезаражение, из яйца ситотроги бабочки выводятся. Не один экземпляр трихограммы, а несколько в результате этого. Трихограмма становится меньшего размера, качество ее уменьшается, ухудшается, поскольку самка будет меньшего размера, соответственно, она отложит меньше яиц, будет хуже ее поисковая способность для поиска яиц хозяина, и, соответственно, ее применение будет хуже. Также имеет важное значение использование правильного вида трихограммы. Что значит правильного? Дело в том, что биологически каждое животное и каждое насекомое имеет определенный вид, видовое название, так же как птицы, так и насекомые отличаются друг от друга видовыми названиями. И виды рода трихограммы оказываются трофически приурочены к различным хозяевам, что вызывает нюансы в их применении, потому что применение неправильного, трофически приуроченного в другой группе хозяев. Трихограммы приведет к ее неэффективному применению, потому что выпущенные в поле самки трихограммы будут слабо заражать яйца бабочек, которые находятся в поле, или совсем не заражать. Так же, если лабораторная культура воспитывалась при повышенной, чрезвычайно повышенной температуре, или при пониженной температуре, или при неправильной температуре, может наблюдаться повышенное количество самцов, соответственно, будет слишком много самцов, и очень мало самок. Самцы не заражают яйца. А к тому же может быть размер трихограммы варьировать, как я сказал, при перезаражении, лиц лабораторной культуры. Но самое главное при определении качества трихограммы, это выявление правильного вида трихограммы видового состава. Что за вид применяется против той или иной бабочки, той или иной сискозесного вредителя. Для этого проводится анализ трихограммы на видовой состав, определяется видовой состав, и дается правильная рекомендация, против какого вида вредителя может применяться тот или иной вид трихограммы. Например, на кукурузе самым рекомендуемым и наиболее эффективным видом трихограммы является трихограмма эванесенс. Другой вид, такой как трихограмма пинты, может разводиться в лаборатории, но является не столь эффективным и слабее заражает яйца бабочек в природных условиях. Его можно разводить в лабораторных условиях, он становится лабораторно приуроченным видом, а в полевых условиях проявляет свою активность очень слабо и мало заражает яйца в других бабочках. Так что проводите правильный анализ видового состава трихограммы, разводивая в лаборатории. Если вам нужна консультация, правильно обращайтесь за помощью к эксперту ко мне по электронной почте о возможности проведения анализа трихограммы на видовой состав. Что за вид трихограммы? Разводится в вашей лаборатории или в той лаборатории, откуда вы берете материал для применения. Чтобы быть уверенным в правильности вида, применяемого на той или иной сельскохозяйственной культуре, что обеспечит качественный выпуск и использование купленного материала. Так что спасибо за интерес, за внимание проводите правильно анализ видового состава трихограммы и обращайтесь за консультацией. И не забывайте подписываться на канал об обновлениях и новых видео о паразитических перекончатых крылых насекомых. До новых встреч на моем канале. Поэтому, если у вас появятся вопросы, даже вы какие-то по делу, по защите растений можете, то не только на кухне, а в доме посылать ваши вопросы на электронную почту. Предварительно посмотрев, конечно же, видео на моем канале, вдруг кого-то из вредителей найдете на моем канале. Будет просто прикольно, интересно. А если захотите выразить свой донейшн, донейшн, донейшн это называется оргвознос поддержку канала, сейчас это считается нормально, сейчас это нормально, можете поставить пару гривен вот на вот эту страничку в патреоне со своей карточки, которые все сейчас расплачиваются за еду в магазине, даже не доставая никаких доляров из кармана, не обменивая сразу со своей карты. В какой-либо стране не находились. Просто и приятно. Посылайте через патреон. А я укажу вас как спонсора, как спонсора поддерживающего канала. Мы с вами будем еще общаться. В патреоне вы будете патроном, спонсором научных исследований. Это мелочи, а приятно. А может даже и не мелочи, если это хорошая поддержка, почему бы нет. Вот такой сегодня. Редактор субтитров А.Семкин